Автозаправка сельхозпредприятия Черкутина загорелась вечером 15 августа в одноименном селе Особинского района. Пожар вспыхнул на складе топлива АЗС в районе 18 часов 20 минут, когда спасатели прибыли на место от баков с горючим валил густой черный дым. Как сообщают в МЧС, огонь мог распространиться и дальше, но пожарные оперативно ликвидировали горение. По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдался густой черный дым. Существовала угроза распространения огня. Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 70 квадратных метров. По информации тревожного ведомства, пострадавших и погибших нет. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС. Причину устанавливает дознаватель. Подобные случаи сейчас находятся на особом контроле в связи с последней трагедией под Махачкалой, где 14 августа прогремел крупный взрыв на АЗС. По последним данным федеральных СМИ, погибло 35 человек и более 100 пострадали. Во Владимире, недалеко от дома молодежной моды, загорелся рейсовый автобус. Пассажиров сразу же эвакуировали на улицу. Возгорание случилось 15 августа в 18.21. Следующий по маршруту 21С общественный транспорт ехал по Большой Нижегородской. Между остановками Химзавод и Погодино в районе моторного отсека автобуса вспыхнуло пламя. Его успели потушить еще до приезда спасателей. Площадь пожара – 0,1 квадратных метров. Новость о случившемся появилась в социальных сетях. Под одной из записей местная администрация оставила официальный комментарий, где уточнила, что пострадавших на месте нет. По данным областного МЧС, предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Из горящей пятиэтажки в Вязниках спасли ребенка и четырех взрослых. Пожар случился 16 августа в половине девятого утра в микрорайоне Дечинский. Когда пожарные прибыли на место, из окна пятого этажа многоквартирного дома валил густой дым. Сотрудники МЧС установили автолестницу и проникли в комнату, где происходил пожар. В ней они обнаружили пять человек, в том числе ребенка. При помощи спасательных устройств люди были выведены из горящего помещения. Таким образом, сотрудники МЧС спасли им жизнь. Тушили пожар 16 огнеборцев и пять спецмашин. Как уточняет пресс-служба МЧС, внутренняя отделка имущества комнаты сгорели из соседних квартир. Были дополнительно эвакуированы пять человек. Общая площадь пожара составила 16 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. В результате пожара в 12-этажном доме Владимира эвакуировали 15 человек. Произошло это 16 августа в 11.50 на Суздальском проспекте. Как сообщают, в МЧС загорелась квартира на восьмом этаже. На момент проникновения в помещение никого не было. Благодаря оперативным действиям пожарных в 12.05 пожар был ликвидирован на площади 14 квадратных метров. Огнем повреждена внутренняя отделка имущества одной квартиры. Пожару не дали распространиться на другие квартиры. Пострадавших на пожаре нет. Эвакуировано 15 человек. Сотрудники МЧС установили коленчатый подъемник для проникновения в квартиру. Для разведки, спасения и тушения пожара было сформировано три звена газодымзащитной службы. Всего для ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и 20 человек личного состава. По предварительным данным, дознавателей причина пожара – аварийный режим работы электросети.